Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре М4 СОПМОД БЛОК 2 от компании LCT. Боевой прототип данной винтовки имеет свои корни от винтовки М16. СОПМОД БЛОК 2 используются такими подразделениями как зеленые береты, силы, морсок, а также другими подразделениями и с соком, как с 14, так и с 10-дюймовым стволом. Лосоцей славится своими стальными калашами, но вот эмки у них получились не самые лучшие. Кое-где на ободике видно следы от литья, полное отсутствие маркировок, но это даже лучше, чем неправильные маркировки. Очень мало стальных деталей, это пины, винты, зацеп на рукоять извода затвора и защитная шторка окна экстракции гильз. Также с коробки был установлен стальной ДТК. Приклад держится на длинном винте, который вкручивается в направляйку в гирбоксе. Это проще в разборке, не нужен специнструмент, но не так антуражно. В базе проводка была выведена в цевьё, но после переборки вывела ее в приклад. Внутри стоит стандартный гирбокс второй версии и хоп-ап М-серии. Данная винтовка выдает 125 метров в секунду и стреляет на 50 метров, благодаря тонкому стволику в базе. С коробки в стоке идет с пластиковым цевьем и в ручкой переноски. Купила я данную винтовку, так как раньше моделировала зеленых беретов, но сейчас она мне просто нравится. Играю с ней в основном в CQB без глушителя и на средних дистанциях до 50 метров. На данную винтовку я установила цевьё от неизвестного производителя Daniel Defense, 12 дюймов в цвете VDE. Вообще это такой темно-темно-коричневый цвет, но на данном цевье он скорее всего бронзовый. Далее у нас идет глушитель, это у меня Surefire Socom 5,56, пекло 5, кнопку от него я прикрепила на рукояти такими резинками, которые у меня продублированы на основной рукояти для лучшего хвата. Прицел у меня стоит EOTE 553, хочу заменить его на XPS с магнифайером. Прицельно у меня стоят флип-ап, целик 600 метров. Приклад я использую Crane Stock. Рукоять я меняю, когда ставлю Tango Down QD, когда Night's Armament. Внутри у меня полный сток, пока работает менять ничего не хочу, да и более сильный выхлоп мне не нужен. Также по слухам к выходу готовится Submod Block 3 с совьем Geysel MK16 и ручкой затвора от Geysel в цвете Desert Dirt Color. По фото, как по мне, очень круто выглядит. Давайте теперь подведем итоги. М4 от LST получилось не самого лучшего качества, но если у вас не так много денег, то можно сделать из нее что-то стоящее. К плюсам я бы хотела отнести вес данной винтовки и тонкий стволик в базе. А к минусам качество исполнения бодика, ну и не очень качественную покраску. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока!